Здравствуйте! На прочной лекции мы с вами рассмотрели закон Биосавара Лапласа, закон Ампера, а также движение, действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сегодня мы с вами ведем понятие циркуляции вектора магнитной индукции по замкнутому контуру, рассмотрим теорему о циркуляции вектора магнитной индукции, введем понятие потока вектора магнитной индукции, рассмотрим теорему Гаусса, а также работу по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле. Циркуляция вектора Б по заданному замкнутому контуру Л называется интеграл, равный интеграл по замкнутому контуру от БДЛ или интеграл по замкнутому контуру Б с индексом ЛДЛ, где Б с индексом Л, это есть Б умножить на косинус альфа, то есть это составляющая вектора Б в направлении касательной контуру, а альфа это угол между векторами Б и ДЛ. Тогда теорема циркуляции вектора магнитной индукции будет считаться следующим образом. Циркуляция вектора магнитной индукции по произвольному замкнутому контуру равна произведению магнитной постоянной неналевое на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром. Каждый ток учитывается столько раз, сколько раз он охватывается контуром. Положительным считается ток, направление которого связано с направлением обхода по контуру правилам правого винта. Ток противоположного направления считается отрицательным. Из курса электростатики известно, что циркуляция вектора электростатического поля всегда равна нулю, то есть такое поле является потенциальным. Циркуляция же вектора магнитного поля не равна нулю. Такое поле называется вихревым или соленоидальным. Так, ведем магнитный поток теоремы Гаусса. Поток вектора магнитной индукции, или его просто называют магнитный поток, сквозь площадку ДС определяется вот таким выражением. То есть ДФ равно скалярное произведение В умножить вектор В умножить на вектор ДС, или это будет В с индексом НДС, или это будет ВДС косинус альфа. Где В с индексом Н равное В умножить на косинус альфа, это проекция вектора В на направлении нормали площадки ДС. А вектор ДС, он представляет из себя произведение ДС умножить на Н. То есть это вектор, модуль, который равен площадке ДС, а направление совпадает с направлением нормали. Знак потока зависит от косинуса альфа. Поток вектора В связывает с контуром, по которому течет ток. А тогда положительное направление нормали определено. Оно связано с током правил правого винта. Магнитный поток, создаваемый контур через поверхность, ограниченную им самим, всегда положительный. Магнитный поток сквозь произвольную поверхность С. Это будет интеграл от ВДС, или интеграл поверхности СВ с индекса НДС. Единица измерения магнитного потока является Вебер. Один Вебер – это магнитный поток, проходящий сквозь плоскую поверхность площадью 1 квадратный метр, расположенный перпендикулярно однородному магнитному полю, индукция которой равна 1 Тесла. И теорема Гаусса для магнитного поля вакууме. Поток вектора магнитный индукция сквозь произвольную замкнутую поверхность равен 0. То есть FB равен интегралу по замкнутой поверхности С от ВДС равен 0. Эта теорема отражает факт отсутствия магнитных зарядов, вследствие чего линии магнитной индукции не имеют ни начала, ни конца, и являются замкнутыми. Теперь рассмотрим работу по перемещению проводника и контура стока в магнитном поле. Так, если, допустим, проводник длиной L, проводник длиной L, он может свободно перемещаться с током и находится в однородном магнитном поле. Тогда на него будет действовать сила ампера, F равная I, B умноженная L. И под ее действием проводник будет перемещаться, значит, он, допустим, перемещается на расстояние DX, и тогда работа, совершаемая магнитным полем, будет определяться выражением. DA будет равно F умножить на DX или F DX косинус 0. Заменяя F сила ампера B и B L, DX, произведение длины проводника на DX, это будет площадь DS, которую показано здесь на слайде, или произведение BDS нам дает выражение для DF. Тогда получается, что работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна произведению сила тока на магнитный поток, пересеченный движущимся проводником. Ну и надо сказать, что в данном случае мы учитываем то, что работа магнитного поля, в отличие от работы электростатического поля, зависит от пути перехода проводника изначального в конечное положение. Теперь рассмотрим работу по перемещению контура с током в магнитном поле. Работа DA сил ампера при рассматривании перемещения контура равна сумме работ по перемещению проводника ABC, то есть вот у нас проводник ABC и проводника CDA. Значит, ну и вот в предыдущем случае мы получили формулу для определения работы по перемещению проводника с током. Тогда у нас в данном случае будет работа складываться из двух работ, А1 и А2. Тогда у нас что получается, что работа по перемещению замкнутого контура с током в магнитном поле будет равна произведению силы тока в контуре на изменение магнитного потока сцепленного с данным контуром. На этом мы сегодня заканчиваем рассмотрение нашей части темы, то есть мы сегодня ввели понятие циркуляции вектора магнитной индукции, потока вектора магнитной индукции, рассмотрели теорему о циркуляции вектора магнитной индукции по замкнутому контуру, а также теорему Гауссу для магнитного поля в вакууме и рассмотрели работу по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле. В следующий раз мы с вами будем рассматривать явление электромагнитной индукции. До следующей встречи!